Дорогие доктора, коллеги, доброе утро всем, я кого не видела, с кем не здоровалась, я рада вас всех здесь видеть, в бодром настроении, в добром здравии. С новоприбывающими тоже мы познакомимся, мы уже вчера тут немножко так все сплотились, со всеми остальными тоже мы сегодня подружимся, я думаю познакомимся. Я хотела бы сразу по поводу вчерашнего дня, кто-то поспал с этими мыслями, кому это было интересно. Если накопились какие-то вопросы, мы сегодня вечером, после того, как мы закончим основную тему, можем собраться как-то к каким-то меньшим составам, кому это более интересно, и досмотреть, да, обсуждать какие-то нюансы, которые вам будут интересны и по которым у вас возникли вопросы. Вот это все, что касается просто какого-то регламента на сегодня. Сегодня наша с вами тема сугубо переимплантит, и, наверное, даже это шире понятие, переимплантит это следствие того, что приводит, чему приводит имплантологическое лечение зачастую. Мы, наверное, поговорим не только о переимплантитах как следствие, но и о том, почему это происходит, что нужно сделать, чтобы этого не было в вашей практике, и какими методами можно добиваться таких результатов, вот, и о том, почему же все-таки все, что было бы неплохо для зуба, так плохо для имплантата. Наверное, вот с этого и было бы корректно начать. И, конечно, мне бы хотелось сегодня, я ни в коем случае даже не хочу залезать в имплантологическое лечение по сути его, да, по строению костей, взаимодействию, интеграциям и так далее, потому что это не совсем, как бы, наша история на сегодняшний день, не наша тема, но некоторые нюансы планирования имплантологического лечения, которые потом приводят, да, к осложнениям, мне бы хотелось тоже сегодня затронуть. Я просто буду этого касаться, чтобы вы не думали, что мы уходим куда-то в сторону. И из присутствующих, я так понимаю, все ставят имплантаты. Абсолютно, без всякого исключения. А, Сергей, вы не ставите, и сегодня я вам предоставлю эту возможность. Я сомневаюсь. Хорошо, мы проведем сегодня эксперимент. Как первый раз человек может поставить имплантат? Ты не слышишь, это. Почему вы так думаете? Может быть, вы прекрасно поставили. Тем более, после работы в Нобеле. Вы же должны были обучать докторов. Да. Помните, да, на моделях? А переимплантиты, почему они бывают? Ну, вот эти логические факторы, то есть, как следствие, опять же, мы не рассматриваем физиологический, патогенетический анамнез, потому что мы вчера с вами обсуждали это, я сегодня повторюсь вам. Переимплантиты, как наука, как какое-то развитие, да, отрасль науки, исследовательская, она ходит в детский сад, потому что объективных доклинических исследований она не имеет. Искусственно создать такую модель на животном, да, чтобы поставить эксперимент в каком-то достаточно выборочном количестве, очень сложно, потому что у каждого животного протекать будет очень индивидуально. И поэтому вся литература, которая описывает вот эту проблему, или все лекции, статьи, они основываются только на каждом клиническом индивидуальном случае. Вот, да, пришел доктор такой-то, принес свой клинический случай, описал эту проблему, показал, как он ее может решить, как он ее решил, и у него получилось успешно, да, преподнес нам какие-то нюансы. К сожалению, познание вот этой темы, этой нозологической единицы, это только эмпирический путь для нас на сегодняшний момент. Возможно, мы сможем какие-то разработать, что-то, у меня есть мысли по поводу того, как построить экспериментальную модель на животных, да, это меня очень волнует эта история, то есть, вот, находить животных там с каким-то вот, например, наличием тяжа, ставить туда специальный имплантат и смотреть, как он себя будет вести. Но это пока что только идеи, потому что, по сути, мы не знаем, это может вообще все, может погибнуть животное и так далее. То есть, ну, просто я имею опыт такой, и отрицательный тоже, когда у меня первая партия моих испытуемых вся погибла, к сожалению, потому что были не соблюдены там после операционные определенные назначения мои, да, и так далее. Вот, поэтому разговор, на самом деле, такой о том, что мы рассматриваем индивидуально каждого пациента, и здесь доктор сталкивается с тем, что он должен обладать очень большим количеством навыков и возможностей, да, предложить любую манипуляцию. Вот здесь вы становитесь художником и творцом, потому что только вы можете в данный момент, в данной ситуации, в данную секунду решить, как делать и что делать. Что приводит к переимплантиту? Конечно, костный дефект в области имплантата. Доктора, всегда это переимплантит? Нет. Не всегда. Тогда давайте разберемся, что такое переимплантит. Так вот, ассоциация ВОЗ приняла такое решение, что переимплантит, это не только воспаление, но это везде, где недостаток тканей. В области имплантата, как мягко-тканного комплекса, так и костного. Поэтому мы нозологически будем считать это переимплантитом, но при наличии, вы прекрасно знаете, кучу пациентов, у которых недостаток костной ткани, где выстоят витки имплантатов и слезистые, да, но при, например, правильной ортопедической нагрузке и великолепной индивидуальной гигиене, там нет воспалительной реакции, имплантаты стабильны, ортопедическая конструкция имеет право на существование, если она эстетически устраивает пациента. На сегодняшний момент все равно имплантаты, кто бы, что бы не рассказывал, это моя точка зрения, это костыли. Это не зубы, зубы это свои родные, а имплантаты это костыли, самые лучшие на свете, зиммеры, штрауманы, нобели, это костыли. Все равно это искусственное, да, инородное тело для пациента. И просто счастье его, что он может пользоваться с этими костылями несъемными конструкциями. В общем, наверное, мотив последней десятилетия именно такой всей западной имплантологии, потому что они тоже пришли к тому, что они наудалялись зубов, наставились имплантатов. Теперь все как бы посмотрели ошибки, клинику, как лучше, у кого это здорово, а у кого, а почему вот плохо, да. Поэтому начались вот эти вот разговоры о том, что такое переимплантит. Поэтому костный дефект в области имплантата может приводить к клинике переимплантитов. Это как один из располагающих факторов. Недовлетворительная индивидуальная гигиена. В нашей стране бич. Бич всех больших, маленьких городов, любых. Абсолютно. Наши пациенты не чистят зубы. Я согласна с вами абсолютно. Отсутствие профилактики, отсутствие воспитания культуры. Дело все в том, что, да, к стоматологу мы ходили, когда болит. Там в программе вся эта была. Да, у нас стоматологическая инвалидность. Но давайте договоримся. Мы все-таки ставим имплантат у пациента, в основном, которые были еще воспитаны в Советском Союзе, даже хотя бы в детстве. И их стоматологический стресс и страх, он до сих пор существует. Это первая проблема, сколько приходится. И в связи с этим они не ходят. Они не знают о том, как надо ухаживать за собой. А поставив имплантат и коронку какую-нибудь нереальную, они вообще считают, что они уже за все заплатили. И чистить вообще ничего не надо. Это научно... У меня прием начинается с ними, с научно-просветительской деятельности. Про ирригатор это вообще... Они, конечно, они как творческие люди у меня, они все под таким впечатлением. У них же богатое воображение. Они все такие очень возбужденные. И они сразу начинают все на себе применять, кого удается как-то мотивировать. Каким ирригатором можно судьбой? Самое главное, они не интересуются, не читают, им это не надо. Я ассистентке сказал, вот пациентка закончила лечение, мы закончим лечение. И ассистентке говорю, ей нужен ирригатор. И ей говорю, вам нужен ирригатор. Она вышла на стойку и говорит, ну мне там доктор сказал, ирригатор купите. Ирригатор. Она говорит, ирригатор это немножко из другого. Ах, может из другой области. То есть ей это неинтересно, что ты тогда рассказал. Ну давай туда. Ну, да, то есть... Может быть, ирригатор и другое. Может быть, ирригатор и другое. Спасибо.